В предыдущие месяцы или два мы говорили о том, что нужно стать подобным Иисусу Христу. Он не говорит о своих идеях и не говорит, думайте так, как я думаю. И не говорит о политических партиях или об образовании, и даже не говорит о чьем-либо роде занятий. Он просто говорит, аз есм путь. И он говорит, грядите по мне. Если обычным языком вас кто-либо спросит, что значит следовать за кем-либо? Это значит идти за ними туда, куда они идут. И другое объяснение или другое использование фразы «следуйте за мной», грядите по мне, это значит делайте то, что и я делаю. Часто родители говорят, не следуй за теми детьми, они для тебя плохой пример. Или говорят, следуй за кем-то, кто хороший. И это подразумевается, что мы живем жизнью той же, которую живет человек, за которым мы следуем. Одним из свойств жизни в Иисусе Христе, которое позволило ему в своей жизни обладать такой свободой, это то, что он избрал быть бедным. И он был нестяжателен. У него не было нужды обладать кем-либо или чем-либо. А большинство из нас – стяжатели. Мы любим наши идеи. Мы любим свои способы действия. И хотим обладать и контролировать людьми, идеями и способами жизни. Но Христос говорит, ты должен искать того, чтобы быть последним. Это идет в противоречии всему в падшем состоянии человека. С младенчества, раннего возраста нам говорят, ты должен чего-то достигнуть. Ты должен делать то и это, и получить образование, и работу, и тому подобное. И ты должен много усилия приложить к тому, чтобы добиться успеха. А Господь говорит, не владей ничем. Давай бедным. Ищи того, чтобы быть последним. Какой тут конфликт с тем, что говорит мир. Он говорит, последние будут первыми, а первые – последними. Значит, это то, что если вы ищете того, чтобы в этом мире первенствовать, вы будете последними в грядущем Царстве. А если хотите того, чтобы быть первыми в Царстве Божьем, вы будете последними в этом мире. Это не ужасно трудно попробовать один раз быть последним. Проходите, я буду последним. Это не ужасающе тяжело. Что очень, чрезвычайно тяжело – это быть последним во всём. Всегда оставаться на последнем месте – это поистине тяжело. Потому что, оставаясь на последнем месте, пребывая, это может быть мотивировано только двумя вещами. Отчаянием и ненавистью большой к самому себе или любовью любовью и желанием угодить Богу. В каждом человеческом сердце я посмотрел на вас всех, и доказательства этому я слышал от всех вас. В каждом человеческом сердце есть уродливая болезненная язва, которая продолжает расти. И эта язва – это язва ропота и негодования. Мы негодуем, когда нас эксплуатируют. Никто не свободен от чувства того, что его используют и его не ценят. В любой общине или монашествующих, или в семейной общине всегда есть кто-то, кто делает больше работы, чем другой. И иногда эта работа, которую делает другой человек больше, чем другие, начинает приводить к увеличению напряжения в общине. Неработающий в той мере, в которой работающий работает, чувствует в его присутствии себя неловко. А тот, который не делает своей доли работы, начинает сам себя защищать. А делающий более, чем другие, начинает других осуждать и гневаться, потому что его не ценит. Почему в человеке это происходит? Медленно, медленно это негодование нарастает. И это негодование и напряженность губят общину. В нашей жизни каждый кто-то когда-либо чувствовал, что мы были жертвой или ситуации, или какого-то человека. Как говорится на жаргоне, кто-то злоупотребил или кинул кого-то. Или человек, будучи ребенком, ему недодали любви и внимания. И они негодуют по поводу этого, и в сердце их растет ропот. А у других не пошла карьера, или им недостаточно платили, и, опять же, они негодуют и ропщут. И в жизни у нас есть умения и навыки, и мы чувствуем, что их не ценят, и мы по поводу этого негодуем. Часто начальствующие, стоящие над нами, по нашему мнению, не ценят нас, и мы тоже по поводу этого негодуем. И делающие работу, и тот, кто делает меньше работы, видят в себе жертву. Бедный я, мы сами себя жалеем. Мы не получаем нам должного. Я не получил этого, когда был ребенком, я не получил того, когда я был в школе. У всех было лучше, чем у меня. Есть один ответ на проблему и одно решение проблему. У нас есть проблема ропота, потому что мы не знаем, как любить и как служить. И ответ на эту проблему – это научиться любить и служить. Тогда задается вопрос – как я могу кого-то любить, кто мною злоупотребил? Как можно любить кого-то, кто причинил мне боль? Как насчет тех, кто мимо меня проходит и не воздают мне должного, что их тоже любить? Как жить в месте, где со мной обходились жестоко, мною пользовались и где меня не ценят? Не могу я любить тех, кто не любит меня. Это сердце негодующего человека. Это сердце человека, следующее всему миру. Знаем мы это или нет, нравится нам это или нет, любовь – это смысл жизни. Ни другой причины для нашего пребывания здесь нет. Смысл нашего существования – это любить Бога и любить брата. Единственное, что поистине удовлетворяет сердце человека – это любить и служить. Когда вы не любите и не служите, у вас нет мира. Ваше сердце полно ропота. Вы видите в себе жертву. И вы всегда мучаетесь. Потому что ваш дух постоянно блуждает и не знает покоя. Себе подходящего удовлетворяющего занятия вы не можете найти. И отношений, которые долгосрочные, у вас нет. Вы пребываете в постоянном конфликте со всеми. С семьей, с друзьями и так далее. Жизнь начинает становиться бессмысленной. Вашу жизнь наполняет горечь. Молитва невозможна. Взаимоотношения не длятся. Вы часто обращаетесь к пристрастиям. К похоти. К порнографии. К алкоголю. К наркотикам. К еде. К депрессии. Что бы это ни было. Все то, что приходит из-за горечи и ропота. Вы думаете, что в вашу жизнь что-то придет, что изменит всю эту негативность. Но горечь вам убавит и уменьшит не то, что вы туда в жизнь свою помещаете, а то, что вы даете. Когда мы видим эти ситуации, в которых мы видим в себе жертву, мы думаем, что решение – это справедливость. Если б только правильный человек бы занял начальственное положение и исправил бы ситуацию, и всех бы этих людей поставил на место. Если была справедливость, я получил то, что мне причитается. Вот так мы думаем. Но справедливость не есть решение. Решение – это Иисус Христос. Он говорит, я есть путь, а путь – это любовь. И мы получаем опыт любви и отдаем любовь через прощение. Прощаем за все эти ситуации, о которых мы думали, что они несправедливы. Прощение всех людей, о которых мы думаем, что они нам причинили боль. Милосердствуя во всех, чтобы и к нам Господь был милосерд. Любовь уничтожит все эти шипы негодования, гнева и чувствования себя жертвой. И любовь – это как огонь, который попаляет все эти шипы. Христос победил мир любовью. Он служил всем. Он стал последним. Для того, чтобы нас освободить, Он умер. Только любовь решила все человеческие проблемы. Нет мира, нет целостности, нет взаимоотношений без любви. А любовь требует того, чтобы мы служили. Ради того, чтобы любить, нужно служить. Ради того, чтобы любить, нужно быть последним. Ради того, чтобы любить, нужно иметь желание простить всех. И вот, что говорит нам Господь в Евангелии от Луки. Глава 6, стих 27. Он говорит, «Имей уши, да слышит. Любите врагов ваших. Благодействуйте всем, кто вас ненавидит. Благословляйте проклинающих вас. И молитесь о тех, кто злостно пользуется вами. Обрати к ударившему тебя. Обрати к нему другую ланиту. И человеку, который забирает у тебя одежду, отдай ему все. Отдавайте всем, кто вас об этом просит. И забирающему от тебя твое имущество, не проси его назад. Так, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы сами поступаете. Если вы любите любящих вас, какая здесь заслуга? Ибо и неверующие любят тех, кто их любит. Если вы делаете добро делающим вам самим добро, какая здесь заслуга? Ибо и грешники делают то же самое. И давая взаймы тем, от кого вы ожидаете получить обратно, какая здесь заслуга? И грешники делают то же, чтобы получить назад много. Но если вы хотите мира, если хотите жизни вечной, я говорю вам, любите врагов ваших. Делайте добро. Давайте взаймы всем, не ожидая ничего получить обратно. И поистине велика будет ваша награда. Ибо Господь благ неблагодарным и злым. Так что и вы должны быть милосердны и справедливы ко всем.